Крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед правительством. В первую очередь нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет. Касым Жумартукаев, президент Республики Казахстан. В Казахстане насчитывается более 5000 сельских школ. В 65% этих школ скорость интернета соответствует установленным требованиям. По данным Министерства просвещения Республики Казахстан. Наш спецпроект продолжает проверку учебных заведений. Напомню, срочные задачи по цифровизации сельских школ перед правительством поставил Касым Жумартукаев. Мы, в свою очередь, проверяем, как их исполняют. Сегодня в выпуске мы расскажем о Бурасинской средней школе САД. Мы прибыли в село Бескарагай, области Абай. К слову, в эти дни все школы региона отправлены на дистанционное обучение в связи с погодными условиями. Это отличная возможность проверить, как цифровые технологии применяются на уроках. Мы начинаем. Интернет работает бесперебойно. Дети спокойно могут выйти, посмотреть необходимые видеоматериалы. Как видите, это не просто необычная колыбель, это Бескарагай. У нас сейчас скорость подключения по ногу 30 мегабит в секунду. Можете руку поднести. Он видит препятствие. А откуда вы берете идеи для того, чтобы с детьми разрабатывать действительно уникальные проекты? В Бескарагай проживает больше 4 тысяч человек. Дети сельчан получают образование в двух школах. Сегодня мы посетим Мурасинскую среднюю школу САД. Изначально учебные заведения возводили только для детей дошкольного возраста. Но со временем помещения детского САД адаптировали под школьные кабинеты. Сегодня здесь обучаются больше 400 учеников и действует 6 ясновых групп полного дня. Здание у нас нестандартное. Это не школа. Еще раз напоминаю, это садик. Поэтому очень мало зон игровых у нас. Кабинеты у нас тоже все разные по площади. Применение оборудовано всем необходимым. У нас очень хорошая материальная база. Техническое оснащение школы и скоростной интернет позволяют не отставать от программы и полноценно проводить онлайн-уроки. Как было во время карантина? Во время карантина мы раздавали детям, которые не имеют возможности, компьютеры, планшеты, ноутбуки, через телефон. Тяжело было тем семям, у которых несколько детей, по пять детей, например. Единиц мало, и приходилось как-то выходить из положения. Но, тем не менее, мы проводили именно в таком формате. И была очень удобная платформа, Болемленд. Мы работали через эту платформу. Мы используем различные платформы, различные способы, методы. В нашем современном мире, в мире технологий, мне кажется, это не проблема. Дети все подключаются? Стараемся по возможности всех подключить. Но камеры дети не любят, да, включать? Да, не любят. Настолько дистанционный урок, может быть, сейчас таким продуктивным? Да, да, конечно. И дети, причем, если вы видите, что в старших классах стараются себя не показывать, но начальные классы, среднее звено, они очень активно занимаются, им интересно. И они всегда идут на обратную связь с учителем. У нас сейчас скорость подключения по ногу 30 мегабит в секунду. И, соответственно, скорость подключения у нас свыше 30 мегабит. Так как у нас подключение осуществляется через КЛТ, подключение 4G. У нас 5 точек доступа Wi-Fi, именно предоставленных поставщиком. А также у нас внутри школы оборудования локальной сетью. То есть, вот видите, северные шкафы, этапы локальной сети. И также у нас свои внутренние точки Wi-Fi, тоже 5 штук у нас. В сельской школе активно используют цифровые технологии. Наша школа занимается в две смены. До обеда занимаются у нас дети старших классов, среднего звена. После обеда у нас занимаются ученики начальных классов, начиная со 2-го, 2-й, 3-й, 4-й классы. Информацию по классам вы можете получить, например, придя к нам в школу через QR. Первая смена. Это первый QR. Вот, пожалуйста, это 6-й класс. Показывает, сколько учащихся, девочек, информация небольшая. Я знаю, что вы разрабатывали QR-коды для каждого кабинета. А насколько это тяжело? Это совершенно не тяжело. QR-коды создаются в два клика. То есть это могут пользоваться любой человек. У нас такая практика в школе была. То есть у нас учили, подготавливали домашние задания для учеников с помощью QR-кода. Школу ежегодно оснащают кабинетами новой модификации. Недавно открыли кабинет психологии. Он единственный пока в районе. Стараемся соответствовать всем требованиям современного образования и предоставлять все условия для наших ребят. Пользуюсь также системой Кунделек для того, чтобы отслеживать работу педагогов. Иногда бывают оценки мне важны, как психологу детей. Я могу посмотреть, например, если обращается ко мне педагог с запросом того, что у ребенка снизилась мотивация, я могу как-то продиагностировать, просмотреть, какая была успеваемость, например, в первой четверти. И потом уже посмотреть, если действительно такие факты имеются, мы уже выясняем причины и стараемся их устранить. Специализированный кабинет биологии поступил к нам, был приобретен, вернее, в 2018 году. Наряду с кабинетом химии, биологии, имеет лабораторию свою совместную. И все необходимые опыты ставятся именно здесь. И что хорошо, большой плюс, конечно, для этих кабинетов – это интернативные панели. Они очень удобные, так как у нас интернет работает бесперебойно. Дети спокойно могут выйти, посмотреть необходимый видеоматериал, какие-то опыты, выйти на скайп, например, или через зум. Ученики школы – призеры научно-практических конференций. Разрабатывают проекты как на уроках, так и на внеклассных занятиях. Вот и сегодня, несмотря на мороз, пришли доработать свои изобретения. Как видите, это не просто необычная колыбель, это бесок национальная наша. То есть мы как бы сохраняем традиции, но немножко модернизируем, потому что нам нужно идти в ногу со временем. Ну, во-первых, мы можем раскачивать линьку спокойно. Это все дистанционная работа, сами понимаете. Можем колыбельную включать. Это все через приложение у тебя на телефоне. Также здесь есть датчик влажности. Также здесь есть датчик температуры, он изменяет окружающую температуру. Действительно, температура начала повышаться 28 градусов. Данные очки предназначены для человека с плохим зрением. Человек с плохим зрением их одевает, допустим, прогуливается или же ходит по дому. И могу вот сейчас показать. Очки, получается, видят препятствия и оповещают человека сигналом, то, что он может врезаться, столкнуться с человеком, допустим, или же споткнуться. Можете руку поднести. Он видит препятствия? Да. Для чего вы разрабатываете такие проекты? Ну, во-первых, чтобы помогать людям, помогать людям с ограниченными возможностями, чтобы самим научиться разрабатывать. И, может, в будущем это будет помощь для волонтеров. А это что такое? Это тоже трость для слабовидящих. Она аналогично также работает. Сейчас покажу. Тоже она реагирует на препятствия? Да. Вот он видит препятствия, тоже подает сигнал. А откуда вы берете идеи для того, чтобы с детьми разрабатывать вот такие уникальные, действительно уникальные проекты? Ну, идея у нас совместная. Получается, дети мне предлагают свою идею. Исходя от этого, мы оцениваем свои возможности, получается. Зависит от таланта ребенка. Дальше мы делаем сравнительный анализ по своей работе, получится это у нас или не получится. Вот в таком тандеме мы работаем с детьми. Однако существующей материально-технической базы недостаточно. В здании детского сада ученикам и учителям тесно. Из-за того, что у нас не хватает учебных кабинетов, мы вынуждены заниматься даже в актом зале. Поэтому у нас дети и в первую смену, и во вторую смену здесь сидят. Вот вы видите сами, к сожалению. А где учитель сидит? Учитель, учительский стол у нас есть. А, здесь, да? Просто, ой, из-за этих ламбрикенов, из-за тесноты, я немного не заметила, где сидит педагог. А дети не спотыкаются, как я? Нет, нет, они уже привыкли. А, они уже привыкли. Эти мобильные у нас, да. А когда, получается, какие-то мероприятия здесь проходят, куда парты выносите? Выносим в коридор, да, на сцене у нас ставят стулья, которые стоят здесь в актом зале, и это быстро. Это учителя делают? Рабочие. Ну, раз у нас строится новая школа, мы поэтому в этом году не стали ставить на завт. Закупать, да, все будет уже в новой школе. Будет новая, да, и будет и мебель, и полностью оснащение, поэтому мы решили не закупаться и не подавать бюджетную заявку. Фундамент новой школы в селе уже заложили. Учебные заведения возведут по программе «Комфортная школа» проектной мощностью на 300 ученических мест. Строительство обещают завершить до начала следующего учебного года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова